итак приветствую всех всем добрый вечер с вами маркелов борис давайте проверим связь как меня слышно и будем начинать а Продолжение следует... Итак, мы начинаем свой вебинар. Тема сегодняшнего вебинара – это тема «Животрепещущая. Как сделать себя богатым и счастливым в короткие сроки». Давайте еще раз проверим связь. Как мне слышно? Вот я вижу, плюсики пошли. Значит, все хорошо. На экране я... Видите сейчас мои фотографии. Кто меня знает, кто-то меня уже видел. Кто только пришел или вновь пришел, или либо где-то увидел в интернете объявление в нашем вебинаре. Всех приветствую. Итак, начнем. Многие, наверное, задавались вопросом, почему у меня так плохо, почему я такой несчастливый. Вот, хочу начать отвечать на ваши вопросы. Вы в курсе, что вы сами привлекаете к себе неудачи. Каждое утро вы должны вставать с позитивными мыслями, благодарить Вселенную, создать или просто свою судьбу за этот прекрасный день. Говорить, что у вас нет денег, нельзя. Ни в коем случае. Тем самым вы отталкиваете их от себя. Я готов поспорить, что у каждого в кармане, в кошельке, на полке, где-то в ящичке лежат и 1 рубль, и 10 рублей, и 100 рублей. Может и больше. Даже копейка – это тоже деньги. Вы должны уважать любые деньги. И ни в коем случае не становиться ими, ихними рабами. Деньги должны стать вашими партнерами и друзьями. Не служите деньгам, пусть деньги служат вам. И ни в коем случае не обижайте их фразой «это не деньги». Наверное, многим знакома эта ситуация, что даже кто работает в интернет-бизнесе, и ваши родственники, они вам говорят, что денег нет, все плохо, все очень плохо, тем самым притягивая к себе вот эту, как сказать, даже вы отводите от себя свое счастье и свои деньги. Вот, чтобы стать счастливым, нужно поменять что-то в себе, я так думаю. Даже я не то, что я так думаю, так должно быть. Что еще хотел сказать. Многие люди делают себе денежные талисманы, но если человек не уверен в себе, никакой талисман ему не поможет. Немногие поспорят, но я вот сейчас скажу, что наше подсознание творит чудеса. Можете сами проверить, возьмите любую монету, зажмите ее в ладони, и представьте, что эта монета притягивает к вам счастье и богатство. И вы поверите и проверите довольно скоро, что эта монетка, там, рубль 50 копеек, 1 копейка, ну, сколько угодно, 100 долларов, там, у кого сколько есть, начнет, ну, вы быстро получите свою первую прибыль. И, возможно, если кто-то работает на земле, мы работаем в интернете, но если кто-то работает на земле, возможно, это будет какая-то либо премия, либо еще что-то. Вот, ну, либо в нашем случае вы можете найти какие-то деньги. Бывало и такое, что человек, не думая об этом, притягивал себе деньги, шел по улице и нашел, например, его. Помните, что вы думаете, то и происходит. В любом деле, если вы уверены в этом, то у вас обязательно все получится. Если вы сомневаетесь, то дело на 99,9% обречено на провал. Любое дело надо начинать с представления, что, то есть, спланировать, то есть, любой ваш шаг. Например, если вы хотите что-то там, например, поехать летом на море, либо отдохнуть за границей, либо, я не знаю, построить дом, первоначально вы должны нарисовать вот это все себе на листочке. То есть, первоначально заведите себе доску желаний. Что такая доска желаний? Это не какое-то магическое такое полотно, но, с другой стороны, оно выполнит эти задачи. Доска желаний может быть обычная дощечка, на которой вы наклеите свои желания. Например, дом своей мечты, машину, квартиру, деньги, еще что-то. Ну, все, что хотите. И самое главное, чтобы эта доска желаний была у вас всегда на виду. То есть, чтобы вы, например, просыпались, и она была перед вами, чтобы в течение дня вы постоянно на нее наталкивались. И вот только тогда у вас начнутся сбываться самые ваши заветные мечты и желания. Сомнения и неуверенность – это ваши враги. Лень и нежелание – тоже враг. Начинайте все свои дела с уверенного убеждения, что все уже получилось, все уже произошло. И что еще хотел сказать. Бедность – это болезнь, которая лечится. Стремитесь быть богатыми, здоровыми, счастливыми, и у вас все получится. Но в продолжение я скажу, что еще одно. Мало знать нужно уметь. Например, если вы нацелились на какую-то цель, обязательно нужно ее визуализировать. Если этого не будет, у вас, соответственно, ничего не получится. То есть счастье, оно не приходит просто так. И здесь какой вариант может быть? То есть если вы, либо ваши родственники, либо еще кто-то, будет думать, что у вас все плохо, у вас никогда не будет хорошо. Вы должны утром просыпаться и представлять, что у вас уже все случилось. То есть что я хочу сказать. Сейчас я вам подготовил несколько картинок. Вот смотрите. Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдет что-то хорошее, так и будет. То есть это сказал не я, это сказал Уилл Смит. Возможно, вы знаете такого актера. И можно сказать, что это не пустые слова совсем. Все, что вы подразумеваете. То есть даже простейшие вещи. Даже могу сказать из жизни, из моей. Когда у меня была машина, я садился за руль. И я ждал гаишника, который подойдет ко мне, обязательно остановит, начнет проверять права. Так оно и случалось. То есть что вы к себе притягиваете, то у вас и получается. Давайте посмотрим дальше. Вот что я говорил именно о том, что вот про деньги, например. И есть вот такая вот картинка, например. Сейчас прочитаю. Одна девочка получила в школе пятерку, другая двойку. Первая возвращалась домой в припрыжку, упала и сломала ногу. Вторая шла, опустив голову, и нашла кошелек с деньгами. Мораль. Все события, происходящие в жизни, влекут за собой цепь других событий. Поэтому не стоит переживать по пустякам и впадать в эйфорию от незначительных побед. Вот, смотрите. Ну, может, это и смешно звучит, но тем не менее. Если все плохо, это не значит, что все, надо заканчивать жизнь и уходить в монастырь. Вот, кстати, хотел спросить, меня слышно? Потому что у меня почему-то изображение стоит на месте. Вот, ну, тем не менее, я продолжу. Ну, нормально. А, сейчас я все сделаю. Итак, сейчас небольшие неполадки. Сейчас мы это все поправим. Так, сейчас мы это все поправим. Ну, давайте вот сделаем вот так вот. Сейчас я поделюсь экраном. Вот. И о чем я говорил. Главное, чтобы меня было слышно. То есть слайды, как таковые, не особо важны. Но, чтобы понять, о чем идет разговор, вот я приготовил. Сейчас попробуем. Попробуем воспроизвести это все. Так, что-то у нас сегодня без встречи. А, ну вот, наверное, сейчас все уже пойдет. Без проблем должно быть. Так как мы тут обучаемся у людей тоже. О чем я хотел сказать. Не стоит прекращать обучение у других людей. То есть то, чему мы вас учим, это очень нужные вещи. Вот. Сегодняшний вебинар «Как себя сделать богатым и счастливым в короткие сроки» это даже не вебинар. Я здесь вам не буду рассказывать какие-то схемы, либо показывать еще что-либо, где там, куда подать рекламу, чтобы больше получить рефералов там и еще что-то. Сегодня просто разговор на животрепещущую тему, которая называется «Счастье». То есть не будет счастья и не будет богатства у вас никогда. И это уже не раз доказано. Я хотел бы еще вот обратную связь получить. А, все слышно и видно, все слышу. Вот. Когда мы обучаемся, то есть в интернете есть много тренингов именно на нашу тему. И вчера натолкнулся вот на такую мысль. посмотрел видео «Как убить свой успех». То есть смотрите, нельзя надеяться на быстрый успех. Например, вы начали какое-то дело и думаете, что у вас все получится. О чем я говорю? То есть каждое дело, когда вы начинаете, его стоит доводить до конца. Чтобы что-то получилось, иногда приходится пройти несколько этапов вот этого всего. Несколько этапов, чтобы добиться успеха. И неуверенность в себе, она получается делает, что вводит вас в сомнение. И вот чтобы убить успех, нужно ждать неожиданный успех, быструю победу. Типа того, что вы, например, выиграете в казино. Выиграете еще где-то, выиграете еще что-то. Вот. Такого практически не бывает. И начиная любое дело, вам что нужно? Вам обязательно нужно понять, что успех – это дело времени. Раз это дело времени, значит, к этому надо стремиться идти и не бросать, например, на полпути начатое дело, чтобы не убить успех. Вот. Второй пункт из этого, что у вас в вашем окружении есть люди, которые все знают, все умеют. И некоторые сегодня убедились в этом. То есть Ирина вчера проводила прямую трансляцию. И сегодня пошли комментарии. То есть писал человек, который все знает, все умеет. На все вопросы у него есть ответы. Но на самом деле он, скорее всего, самый несчастный человек, который есть на земле. Вот. Третий, чем вы можете убить свой успех – это одна из причин, что придет, например, успех, и вы расслабитесь, и ничего не будете делать. То есть на это я могу ответить. То есть если вы поднимаетесь на гору, задали какую-нибудь цель – подняться на гору, вы обязательно, поднявшись на гору, должны иметь следующую цель – не расслабляться, не оставаться там, куда вы пришли. Вам постоянно нужно движение. Вот. Четвертый пункт – это дело в том, что многие знают об этом и знают таких людей. И у всех было такое, что, короче, что решали, что кто-то другой виноват. То есть полно таких людей, которые осуждают, например, то же самое там правительство. Дождик пошел плохо, жарко плохо, снег идет плохо, холодно плохо, все плохо. Вот. От таких людей надо быть подальше. Вот. Еще пятый пункт из этого, чтобы убить успех. Человек думает, что его цели, только его цели имеют значение. То есть о чем это, я тоже хотел сказать. То есть на данный момент мы в проекте «Всем миром», многие пытаются что-то сделать, у нас много человек в чате, как вы знаете. Но из них только вот единицы, которые занимаются именно проектом, которые ведут командную работу. Если вы не будете работать в команде, если вы не будете работать в команде единомышленников, если вы втихаря там сами, своими силами, не применяя наших там каких-то наработок, будете делать, ну, сами, сами по себе, у вас, скорее всего, процентов 90 ничего не получится. Вот. Опять же повторюсь, чтобы стать богатым и счастливым, нужно общаться с такими людьми, которые имеют какой-то опыт и имеют то, что, ну, какие-то наработки, которые вас научат. И что хотел сказать. Вы, чтобы, например, стать богатым и счастливым, вам нужно общаться с такими людьми. Если вы будете общаться именно вот с нытиками, у которых все плохо, которые не могут себе, там, я не знаю, позволить, ну, к примеру, то, что они желают. Вот. Ну, в данной конкретной вот ситуации я могу что сказать. То есть вы должны, например, заходить в магазин и выбирать не то, что самое дешевое, то есть не то, что вы должны по ситуации быть, но вы должны добиваться того, чтобы, например, вы зашли в магазин, купили что-то, и на кассе вы не смотрите в чек, вы просто расплачиваетесь и идете. Но зато вы получаете ровно то, что вы хотите. А не экономите на себе, там, экономите на здоровье. То есть экономить на том же самом отдыхе я не считаю вот таким главным шагом, что экономить на отдыхе. То есть где хотите, там отдыхайте. То есть в данный конкретный момент вот у нас получается три отпуска за лето было. Пускай они были по 10 дней, но мы себе ни в чем не отказывали, то есть занимались чем хотели и не смотрели в кошелек, сколько у нас осталось денег. Потому что чем вы больше тратите денег, тем больше вы их получаете. И это один из основных законов денег. То есть хотите стать богатыми, научитесь тратить деньги. И они обязательно появятся. Вот, чем еще хотел продолжить. Некоторые люди у нас живут, даже если вы видели, вы таких знаете. И у них в жизни, я не знаю, самоцель, не само... Ну, не знаю, такое ощущение, что они будут жить вечно. Но никто из нас жить вечно не будет. В любом случае, рано или поздно, нам придется умирать. И с этим уже ничего не сделать. Это закон природы. И люди не могут понять, что все может измениться ровно заодно. В этой жизни не стоит ничего откладывать. Не стоит тратить время даром. То есть, например, если вы задумали какое-то дело, и его можно сделать сегодня. Может, я повторяюсь, может, где-то вы это слышали. Но, тем не менее, если вы что-то решили сделать, делайте обязательно. Даже если это тяжело, но если это выполнимо, его нужно сделать. Еще один пункт. Вы должны избавиться от всякого негатива. То есть, как вам избавиться от негатива? Я даже боюсь предложить вам. Но вы должны себя, по крайней мере, ограничить от просмотра новостей, которые идут вам по телевизору. И смотрите, такая ситуация. В начале 2016 года какой-то умный, в кавычках, человек сказал, что 2016 год будет очень тяжелый. И все ему начали вот этому... То есть, 2016 год будет тяжелый, в России все будет плохо. И вы настроились на эту планку. И, ну, не все, но многие, кто посмотрел вот это интервью, они настроились и настроили свой мозг именно на эту волну. Что все будет хреново, что ничего не получится, что даже не стоит стараться и так далее. То есть, вот этот негатив, который вы должны от него избавиться. То есть, еще раз повторяюсь, смотрите поменьше новостей. Вот помните, например, Булгакова «Собачье сердце», когда доктор говорил, что не читайте советские газеты до обеда. Они не способствуют пищеварению. То есть, нас искусственно подталкивают на эти действия, чтобы у вас в мозгу оставалось то, что все плохо. Вот от этого вы должны обязательно избавиться. То есть, сегодня, например, вы ложитесь спать, думаете только о хорошем. Во-первых, будет хороший сон. Во-вторых, если вы поставите себе вот эту самоцель, что у вас с утра день будет хороший, и тогда у вас все получится. Вот. И еще следующий пункт. Быть не правым, а быть счастливым. У меня тоже такое есть. Иногда люди обижаются. То есть, я пытаюсь с этим бороться. Я пытаюсь там, иногда забываясь об этом, и пытаюсь доказать свою правду, вместо того, чтобы порадоваться какой-то мелочи, либо уступить человеку в чем-то. Вот. Бывает вот такая ситуация. Вот. Вы не должны доказывать свою правоту, потому что у человека, то есть, ну, свои цели, свои правила, то есть, и свои законы. То есть, я вот так вот понимаю, вчера вот мысль такая пробила, можно сказать, инсайт пришел, что нужно уступать человеку. Уступать в любом случае. То есть, даже если он, ну, поступает, немного недопонимает вас, немного вы с ним не согласны, лучше, наверное, уступить и просто быть счастливым. Вот. Последний пункт, наверное, из этого, это умереть не страшно, но грустно. Действительно, ну, как я уже говорил, человек смертен, и с этим уже ничего не сделать. Да, грустно, когда умирает твой близкий человек. Ну, сами знаете, как это бывает, но от этого не избежать. Хуже, когда человек там погибает в аварии, либо, ну, вот мне обиднее всего было бы, если там мой родной человек или вообще люди погибают по глупости. То есть, вышли из дома, упала сосулька на голову, ну, глупая смерть, по идее. Но, тем не менее, вот получается так, что такое бывает. И не стоит терять времени даром, то есть, нужно выполнять, нужно радоваться этой жизни. То есть, чтобы стать счастливым, вы должны быть сами счастливы и давать вот это именно счастье другим людям. Что еще? А, ну, вот по поводу этой картинки, почему люди сдаются, я открыл. Вот, одна из причин, что ждут быстрых результатов. Вторая, перестают верить в себя, застревают в прошлом, вспоминают, как хорошо было в Советском Союзе. То есть, это сплошь и рядом, да, возможно, было хорошо в Советском Союзе, но, тем не менее, прошлого уже не вернуть. Живите настоящим, а будущее еще не наступило. Вот, люди зацикливаются на своих ошибках, повторяют их изо дня в день одно и то же, и не хотят ничего менять. Одна из причин бояться будущего. Бояться будущего из-за того, что начинает себя накручивать, начинает придумывать всякие разные фантастические истории. А вот что будет, если я вот там через две недели поеду в лес, а вдруг там меня укусит змея. И поверьте, эта змея приползет к этому человеку даже в январе месяца и укусит его. Хотя по зимам животные впадают в спячки. Ну, так вот, человек, как магнит, он притягивает к себе все плохое. Но также он притягивает к себе хорошее. Вот, смотрите, еще одна из причин противиться переменам. Человек, вот такой организм, что не хочет менять что-то. Он, например, сидит в своей хрущевке, 40-метровке, смотрит в телевизор и начинает твердить, что его все обманывают. Все, ничего я не хочу менять, лучше буду ходить на работу 40 лет, потом мне выпишут пенсию, потом я на эту пенсию буду жить и ничего не делать. Ну, во-первых, пенсию, конечно, будут платить, но не такую большую. И противиться переменам это глупо, это вообще противоречит природе. Вот, человек, например, передаю к следующему, быстро опускает руки. То есть, человек, начиная какое-то дело, у него ничего не получается, он говорит, все, не буду, не хочу и все бросает. То есть, человек должен быть заинтересован в том, чем он занимается. То есть, например, я могу сказать, ну, по своим родственникам, вот у меня есть мама, которая в свое время не хотела осваивать компьютер. Ну, тем не менее, вот у нее сейчас получилось, она там умеет что-то с ним делать, например, в те же одноклассники выйти и позвонить мне и все остальное. Хотя она категорически это не приветствовала и все это бросала, опускала руки. Еще ее достижение, что она научилась писать диски, оцифровывать с видеокассет на диски. И это я считаю достижением, но как это ей далось, это надо было видеть. Вот. Следующее. Люди считают себя слабыми. То есть, это относится так же, вот опускают руки, считают себя слабыми, что я это не смогу, у меня это не получится. И начинает ныть, опять же, себя накручивает. Ну, соответственно, если ты считаешь, что у тебя это не получится, это не получится. Что я говорю? Что притягиваете, то и получаете. Многие говорят и слышали во фразу эту не раз. Нет денег и не будет. Их и не будет. То есть, нет, приставку нет, вот это вот слово, вы вообще не и нет, вы должны исключить в каких-то случаях. Да вообще вы должны исключить это вот, это слово нет. Вот, можете написать у себя там в блокноте или в тетрадочке слово нет, перечеркнуть его крестом и все, и забыть об этом слове. Нет, это не то слово, которое, это слово не счастливого человека, слово нет. Счастливого человека, слово да. Да, я могу, да, я сделаю, да, я умею, да, у меня получится. Вот, перехожу к следующему. Думать, что мир чем-то обязан. Ну, я об этом уже рассказывал, но тем не менее люди так и думают. То есть, кто чему обязан, кто кому должен. По-моему, кроме себя человек никому ничего не должен, вот кроме как себе. То есть, вам не должен сосед приходить, там, ну, буду утрировать, конечно, сейчас, и починить кран, например. Вам не должен, потому что, ну, как я считаю тоже, вот каждая работа должна быть оплачена. И если вам нужно починить кран, скрутить лампочку, если к вам пришел родственник или человек, ну, с родственником можно рассчитаться намного проще, накормить его вкусным обедом, там, или ужином. С соседом, ну, желательно расплатиться тем, спросить, сколько тебе, сколько. И он ответит ровно столько же, сколько ему нужно. Например, вот, последняя история, мы купили трехкомнатную квартиру, сейчас сделаем ремонт, и случилось так, что потекла батарея. Пришел сантехник, сделал все качественно, то есть, сделал бесплатно, сделал за зарплату. Но я прекрасно понимаю, что если я человека вызвал, например, откуда-то по газете, по объявлению, мне пришлось бы заплатить ему денег, причем заплатить нормальную сумму. Сантехник назвал сумму, причем такую, я даже не знаю, от чего он отталкивался, это совсем были какие-то копейки, там, несколько сотен рублей. Ну, я посчитал нужным его отблагодарить. Ну, тем не менее, он получил свою зарплату, получил шабашку, сделал, но он не называл деньги, ну, то есть, не оговаривали сумму. Если бы я ему ничего не дал, он бы ушел без всего. Ну, естественно, подумал, что я жмот, и что это, ну, неправильно это. То есть, каждая работа должна быть оплачена. Вот, следуем дальше. Страх неудачи больше, чем жажда успеха. Люди боятся больших денег. И это на самом деле правда. То есть, страх перед неудачей, вот, их страшит больше, чем жажда успеха. Например, начиная какое-то дело, они сразу заведомо знают, что у них ничего не получится, и, соответственно, у них ничего не получается. Но нужно пересилить этот страх. На самом деле страх, в этом нет ничего страшного. То есть, как пересилить страх? Например, можно нарисовать перед собой виртуальную черту, и, ну, либо, если вам это сложно, возьмите карандаш, либо ручку, положите, можете проделать это вот сейчас. Положите ручку на пол и переступите через нее. И вот смотрите, что получится. Вот этот страх, который был с вами, он останется у вас там, вот, когда вы переступите, когда вы сделаете этот шаг. И вот только после этого, если вам сложно переступить свой страх, вот после этого, у вас все начнет получаться, потому что страх останется там, где-то сзади. Вот, продолжу дальше. Не представляет себе всех своих возможностей. То есть, возможности человека безграничны на самом деле. И это на самом деле так и есть. То есть, человек не знает своих сил, например, ну, на что он способен. А способны мы на самом деле довольно-таки на многое. То есть, могу сказать по себе, то есть, я не могу сказать, что я знаю все. Но я обычно говорю, что я это делаю в первый раз. И вот при этом это достаточно, ну, достаточно просто что-то начать делать. То есть, если вы первый раз взяли в руку отвертку, конечно, и идете менять, ну, я простые вещи скажу. Первый раз идете менять розетку, я знаю, что у вас это все получится, даже если вы это не делали. То есть, вам достаточно выключить электроэнергию, пойти автомат выключить и поменять эту розетку. Ничего сложного там нет. Также и с любым делом. То есть, если вы начинаете бизнес в интернете, и вот здесь то же самое. Сделать первый шаг и поверить все свои возможности. Если вы это не знаете, вы должны перешагнуть через себя и научиться тому, чего вы не знаете. Вот. Перехожу к следующему. Чувствовать, что им есть что терять. Люди, которые что-то начинают, но ничего не имеют, либо они какими-то малыми суммами, малыми силами рискуют. Вот. Они чувствуют, что им есть что-то терять. А если у тебя вот на данный момент есть большая цель, а сзади у тебя ничего нет или практически ничего, лучше вот сделать тоже этот шаг и сделать его будет правильнее, чем его не сделать. На этом. Так. Продолжим. Слишком много работают. Да, начиная бизнес в любом деле, человек, например, начинает задумываться, что ему придется слишком много работать. Много работать не придется, поверьте. Если вы будете это делать в команде, если вы это будете делать в коллективе, под присмотром опытных своих товарищей, друзей, партнеров по вашему бизнесу, тоже вам не придется много работать. При этом не надо работать руками и ногами, нужно просто сесть иногда, подумать головой, и решение у вас может прийти в течение минуты, может в течение получаса, но не более того. То есть, если вы будете думать дольше, вы начнете вот как бояться будущего, накручивать себя, и, соответственно, этим оттолкнете от себя свое счастье. Вот. Следующее. Многие считают, что их проблема уникальна, что с этим ничего нельзя поделать, и ничего при этом не делают, то есть не ищут выхода из сложившейся проблемы. На самом деле, уникальных проблем, как таковых, их тоже не существует. Проблему человек в основном придумает себе сам. То есть, придумывает проблему и начинает вокруг нее ходить. Вот что мне делать, я даже могу сказать, вот у меня сосед, который в другом, ну, одноклассник пускай. Ну, заболел человек, его выгнали с работы, ну, соответственно, за прогулы. Ну, заболел, вы понимаете, болезней сейчас много, но основная болезнь, вы понимаете, какая. То есть, человек отметил праздник, заболел, не смог выйти на работу, соответственно, его выгоняет с работы, и после этого он лежит на диване в течение полутора месяцев и спрашивает у всех, ой, что ж мне делать, ну, подскажите, что ж мне делать. И при этом ничего не делает. Он просто лежит на диване, ходит, там, на балкон курит, родители его кормят, и при этом он ничего не хочет менять. Нет, уже все поменялось, конечно, но я не думаю, что он осознал, вот, что с ним было до этого. Вот, продолжим дальше. Опять, что такое неудача? Для некоторых неудача – это сигнал к отступлению. Ни в коем случае, если у вас не получилось, не нужно отступать, нужно искать решение проблемы. Если вы это не будете делать, ну, ничего у вас не выйдет. Неудача – это то, что человека подкашивает. То есть, не получилось, все, я бросил. И вы многих знаете, то есть, даже в нашем чате вы видели людей, которые месяц, два, три занимались бизнесом, четыре, пять. Вместо того, чтобы спросить, что мне делать, найти выход из сложившейся ситуации. Ну, сейчас я вот смотрю, таких все меньше и меньше, все равно начинают интересоваться, начинают изучать методику Ирины, по которой мы же работаем. Вот, и у них какие-то первые шаги начинают получаться. Многие, которые бросили, опять же, возвращаются, потому что им жалко упущенных переводов в нашем проекте. Ну, есть такие люди. И их достаточно много будет, еще достаточно много будет их в нашем чате возвращаться, просить там прощения, я не знаю, потому что уходят они с таким гонором, что я даже не знаю, как сказать, лучше я промолчу. То есть, не вам это объяснять. Вот, и последнее. Люди жалеют себя, вот, что они такие вот несчастные, бедные, что их все обманывают, что у них вот ничего не получится. И все, ну, все что угодно. Они начинают жалеть себя по любому поводу. Жалеют, жалеют, жалеют. И доходит до того, что они, то есть, у меня вот был партнер из Германии, он работал тоже в интернете какой-то, вел свое направление и, соответственно, вложил очень много денег. Это все соскамилось. Когда я ему говорил, давай к нам, он сказал, да нету, то что, у меня здесь миллионы будут. Ну, тем не менее, он ушел в депрессию, я не знаю, через три месяца я только с ним смог поговорить, потому что он и скайп отключил, и в соцсетях не выходил никуда. Ну, вот, не нужно жалеть себя. Нужно искать выход из сложившейся, ну, из ситуации, которая сложилась. Вот, давайте сейчас. А, ну, вот эту картинку еще хотел показать. Сейчас покажу. Смотрите, вот такая интересная картинка. Это тоже у нас сплошь и рядом такое. Вот. Вот сейчас обновится. Вот. Это сейчас вы увидите. Очень-очень интересно. Вот вы видели это все. То есть, начиная бизнес, мы подходим к бизнесу в интернете. И вы видели вот именно вот такие фразы, которые здесь написаны. И вы кто, почему люди отступают? Потому что они видят вот это все. И что я вам хотел бы сказать. По статистике, бизнесам в интернете, например, если 100% планку ставить 100%, 65% начинают бизнес и бросают его в самом начале, потому что у них ничего не получается, они себя пожалели, что они себя там, ну, задвинули там в какой-то дальний угол, и все. Все, у меня ничего не получается, я жалкий, меня все обманули, все виноваты, и все. Вот. Пирамида, лохотрон. Это я слышу постоянно, каждый день, но никто не может доказать этого, что наш проект, например, является пирамидой, лохотроном и еще что-то. Опять же, я говорю, я никого не призываю никуда вступать. Людей хватает. То есть регистрации идут, переводы идут. То есть кому интересно, вот ссылочки в самом низу сайта, то есть там можете зарегистрироваться, если кто-то новенький. Можете зарегистрироваться, если кто, кому интересно со мной связаться в соцсетях, в самом низу страницы вы найдете мои контактные данные на соцсети. То есть кто будет смотреть в записи, вы под этой записью тоже найдете мои контактные данные. Можете связаться, я вам могу показать, что это все работает, работаем 6 лет. Но опять же, не стоит зацикливаться на таких картинках, которые я сейчас вам показал. То есть это именно вот эти 65%, у которых ничего не получилось. Потом смотрите, 25% это люди, у которых все получается, но тем не менее они добиваются каких-то успехов, зарабатывают свои, начинают свои первые деньги, но поддаются вот этим 65%. Либо у них все начинает получаться, и они останавливаются на достигнутом, как я вам говорил. Нельзя останавливаться на вершине, которой вы покорили, останавливаться. Нужно идти дальше. И это вот такова наша жизнь. Нужно идти дальше и не останавливаться. Что еще? Вот сейчас покажу еще одну картинку. Ну я их на самом деле подготовил много, но так получается, что чуть-чуть тут подвисает у меня. Так, вот смотрите, вот такая вот картинка, которую вы можете найти в интернете и повесить себе на... Если кто-то не уверен в себе, кто-то себя жалеет, вот такую картинку вы можете повесить себе на входную дверь, либо, ну не знаю, на холодильник, ну чтобы наталкивалось всегда, на нее можно было натолкнуться. Когда мне тяжело, всегда напоминаю себе о том, что если я сдамся, лучше не станет. И вы прекрасно некоторые вот видели этот мультик, эту белку трудолюбивую, которая даже в разных ситуациях бывала, несколько частей этого мультика есть. И она всегда выходила героем. То есть она ловила свой орех и оставалась всегда с ним. Вот, наверное, сейчас я на этом закончу. Пожелаю всем хорошего вечера. И передам слово Ирине Агаповой. Давайте послушаем, что она нам хочет сказать. Потому что у нас эфир сейчас необычный. То есть мы решили провести его вдвоем. Привет всем, друзья. Слышно меня? Как меня слышно? Борис, пиши вот сюда, вот с правой стороны, потому что мне не видно комментариев участников. Что там, слышно? А? Слышно, вырублено? Добрый вечер, друзья. Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Кто меня знает, кто меня не знает, я являюсь участником проекта «Всем миром». будет в этом году уже 4 года. И много времени я не займу. Мы планировали на час, но несколько картинок я тоже приготовила. И поделюсь с вами экраном. Нашла я вот такие вот картинки. И добавлю, что нужно быть решительным по отношению к цели. Если вы поставили цель, то надо идти, идти, идти и не останавливаться. Я в 2013 году жила в общежитии, поставила себе цель, и даже записала в 2014 году видео, что я в малой семейке не собираюсь жить всю жизнь. и шла-шла к этой цели. Вот сейчас, когда я живу в трехкомнатной квартире, я прокручиваю это видео и смотрю, и даже сделала целый фильм, как я ходила с кнопочным телефоном, как я жила, очень сильно экономила, и как я живу сейчас. То есть я поставила цель и шла к ней, несмотря ни на какие препятствия, ни на отношения друзей, своих знакомых, родственников, которые говорили, куда я влезла, что у меня ничего не получится. Я плыла против течения, никого не слушала. У меня блокировались страницы. Мама говорит, вот ты идешь все равно, сим-карты покупаешь, открываешь. Я говорю, я добьюсь, поставила цель, я буду к ней идти. Ну вот даже после того, когда мы купили трехкомнатную квартиру, мы поставили планку еще выше, мы хотим теперь таунхаус, и будем идти к этой цели. И хотим облететь весь мир. Вот такие планы. Следующее. Всегда бери лучшее. Некоторые сами для себя решают. Некоторые, например, питаются в ресторанах, некоторые едят фастфуд, а некоторые готовят себе сами. Либо летают бизнес-классом, либо экономят. Или экономят на отпуске. Выбирают, что подешевле, потому что их бюджет не позволяет. Берите от жизни лучшее. Не только в питании, но и в путешествии. Выбирайте самый лучший отель. Жизнь настолько коротка, что некоторые думают, что они живут и никогда не умрут. Нужно брать от жизни всегда лучшее. Но чтобы брать лучшее, нужно постараться еще. А постараться надо усердная работа и труд. Очень многие поработали и думают, все, вот я устану, у меня сил не будет. Выкладывайтесь на 120%, поставили цель. И бейтесь об этот потолок. И рано или поздно все равно он рухнет. И ваши мечты обязательно сбудутся. С деньгами, к счастью, вы быстрее найдете дорогу, чем без них. Хоть и говорят, не в деньгах счастье, наверное, а в их количестве. И учитесь на ошибках и воспринимайте уроки. Никто не говорил, что будет легко. И человек, все мы люди, все мы совершаем ошибки. И некоторые думают, вот у меня не получится. Ребенок, когда учится ходить, он не думает об этом, получится у него или нет. Он совершает ошибки, например, падает, встает, отряхивается и дальше идет. И так далее. И становится на ноги. Люди почему-то, когда вырастают, они боятся этих препятствий. Про эти препятствия и речь. Никто не говорил, что будет легко. Но на ошибках люди учатся. И если вы наступаете на одни и те же грабли, есть такие люди, то я не знаю, как их назвать. На своих ошибках тоже нужно учиться и на чужих ошибках тоже нужно учиться. И создавать видение на длинную дистанцию. В западных странах люди создают бизнес на сто лет. Но мышление русского человека, он думает, как бы прожить один месяц или три месяца. и нужно видеть, что, вот, к примеру, проект «Всем миром», он создан даже не на сто лет, а больше. Я всегда говорю, что на мой век и на век наших детей этого точно хватит. То есть пока на планете рождаются люди, проект «Всем миром» будет существовать. Обязательно введите командную работу, потому что в одиночку вы не справитесь. Мы зависим от вас, а вы зависите от нас. И если просят в чате поставить лайки и написать комментарий, по мере возможности делайте это. Чат, ты мне, я тебе. Постоянное инвестирование в себя. В нашем случае это инвестирование в свои мозги. Не бойтесь тратить деньги на обучение. Развивайтесь, ищите какие-то тренинги. Посещайте наши с Борисом обучающие вебинары. И у кого еще нет моей методики, кто занимается бизнесом в интернете, наверное, кто и занимается бизнесом в интернете, тот посещает сейчас этот вебинар, то приобретите мою методику. Помощь в проект «Всем миром». Стоит она 750 рублей. Для всех остальных, кто работает в других проектах, она стоит 1500 с партнерской программой. И разбудите в себе огонь. Ставьте креативным. И вы должны превратиться в такого человека, который вообще не боится, что... ...видео. Создайте себе YouTube-канал. Ничего не бойтесь. Как на вас посмотрят ваши родственники, ваши знакомые. Вот у нас есть в чате... ...видео он сказал. Надо мной смеются мои друзья. Удалите мое видео. А потом... Еще два или три видео снял. И мало того, он еще устроил прямую трансляцию в «Одноклассниках». Молодец. Если у вас есть вопросы, задавайте. Да, если есть вопросы, можете задавать. У нас теперь двое в эфире. Ответим. Хотел еще спросить, как вам вот такие темы. Нужны ли вебинары по таким темам. Ну, это своего рода мотивация. То есть, вот... Есть вот такой вопрос. То есть, напишите в комментариях. Потому что не могу сказать, что сейчас на YouTube. Хотя могу перейти. Но лучше, конечно, вот на этой странице сейчас написать и задать вопросы и ответить, нужны ли такие вебинары вообще. Может, нет смысла, потому что вебинар необычный, вебинар неучебный, но тем не менее он напрашивался уже давным-давно, чтобы мы его провели. Давайте проверим звук, как меня слышно. Вот Александр написал, что звука нет или звук есть, я понять не могу. Несколько эффектов. Александр, куда говорите? Ну, сейчас я микрофончик передам. Будет от моего имени. Все, звучит. Насколько эффективно работают прямые трансляции? Наверное, за последние три дня я просто стала звездой одноклассников. Не буду скромничать, но вы сами видели, Елена Стрелец сегодня кидала в чат ссылку на мою прямую трансляцию, сколько там было плохих комментариев, спорных человек доказывал упрямо, что это пирамида и лохотрон, и все равно он не смог доказать, чем же мы являемся, почему мы являемся финансовой пирамидой. Так и не доказал. Если у вас много друзей в одноклассниках, каждому приходит оповещение, что сейчас такой-то, такой-то находится в прямом эфире. И на вас можно подписаться. И не только ваши друзья видят, и это называется стрим, стримить, новое слово, сама недавно узнала, мы называемся стримщицами. Не стрёмщиками, не стрёмными, а стримерами. Стримерами, да. И люди, когда видят, что вы в эфире, начинают подключаться. И начинают усердно комментировать, вы отвечаете на вопросы. Ну вот на вторую свою прямую трансляцию я набрала 115 человек, люди меня не хотели отпускать, это затянулось аж на 45 минут. Ну, есть очень много и пошлых комментариев, также без дебилов народу, людей таких хватает. Есть ещё прямые трансляции в Фейсбуке, но там очень много иностранцев, поэтому как там будем общаться, я не знаю. В Инстаграме есть прямые трансляции, я тоже ещё не осваивала. И ВКонтакте запустили. Работают они только с айфона, я прочитала. Нет, кстати, прямые трансляции, у нас есть группа, в котором на данный момент, вот я ссылочку бросил на эту трансляцию в Одноклассниках, и все, кто перешёл по ней, они её смотрят. Также можно, вот я видео записывал, как создать прямую трансляцию, можно кинуть ссылочку, и на данный момент, если вы зайдёте в нашу группу прямой трансляции от Брискиндера, там идёт именно та же самая трансляция. И прямые трансляции дают довольно-таки хороший эффект, потому что и у Лены Стрелец, и у Ирины, и я не знаю, кто там ещё проводил, у них идут регистрации во время трансляции, люди интересуются, и им это интересно. Вот я запустила такую акцию первые три человека после того, когда обработается видео, так как пин-коды у нас сгорают через три дня, и я сказала, что первые три человека, кто зарегистрируется и отпишется под трансляцией в комментариях, получит от меня три пин-кода бесплатно. А вообще я их продаю, вот с Борисом мы продаём по 200 рублей, потому что бесплатно люди не ценят. Какие-то аукционы можно устраивать, какие-нибудь конкурсы. И за счёт того, что подключается много людей, можно общаться с ними до бесконечности. Очень много вопросов задают. И ещё они так быстро бегут эти комментарии, что не успеваешь сразу прочитать и ответить на них. Вот. Ещё плюс трансляции в чём? Одноклассники – это само собой. Смотрите, плюс трансляции в Ютубе. Вам не нужно, даже если вы начали прямую трансляцию, вам не нужно делать рассылку. В любом случае, если человек подписан на вас, он автоматом получает рассылку, что, например, Маркелов Борис начал прямую трансляцию. Вот. И этим надо пользоваться. То есть здесь, почему я хочу сказать, чтобы развивали Ютуб-канал, это вот для этого и есть. То есть Ютуб-канал – это бесплатное продвижение вас в сети. То есть люди вас больше узнают и больше увидят и больше вероятности, что вы получите свою целевую аудиторию. Потому что даже те, кто нахрен посылает, это и есть наши будущие клиенты. И это уже доказано. Да, да, были такие, которые меня посылали, потом извинялись и просились ко мне в команду спустя год-два. Вот даже я вчера видео записывала, что такой человек, который в 15-м году начал регистрацию, вчера ее прошел и все равно сказал, денег не дам. Ну почему ты опять заходишь и регистрируешься, да? Так что не бойтесь вещать, рассказывайте о себе, читайте мотивационные книги. Вон я видела Елена Стрелец у нас очень много книг читает. И берите какие-то идеи у миллионеров, вы можете это в свои идеи воплотить. Мы также ходим на тренинги, обучаемся. В общем, будем заканчивать. Подписывайтесь на рассылку и будьте в курсе наших новостей. Кто уже подписан, не нужно 10 раз, когда вы заходите на страницу, указывать свое имя и email. Достаточно одного раза. Вот вверху вы видите, указываете имя, email, и жмете подписаться, и вам будет приходить оповещение о наших вебинарах. Вот я провела три прямые трансляции, у меня за три дня 58 подписчиков уже. И, соответственно, им будет приходить оповещение о моей трансляции, то есть я уже в сети, это про одноклассники я говорю. И когда видео обрабатывается, каждому моему другу приходит еще оповещение. И некоторые недовольны, что им делают такую рассылку, хотя это одноклассники делают такую рассылку. В итоге, я говорю, если вам не нравится, удалите меня из друзей. И так как там лимит 5000 человек, в итоге кто останется, это останутся заинтересованные нашим проектом, то есть отсеются ненужные, останется целевая аудитория. Будем заканчивать. Спасибо, что пришли. Спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok